здарова как вы сами видите вот на заднем фоне обещанный снег то есть скоро придут холодах хотя они уже принципе пришли к нам вот он кузов от бмв е60 от пятерочки теперь у нас не два бмв мы уже реально сами запутали где какой сегодня этот кузов вытащили и вот эти файлы они будут показаны чуть позже самый прикол в том что вот именно сам проект он достаточно монотонный то есть реально объем большой работы да где нужно ходить какие-то штекера то есть провод куда там сям какие-то блоки гаек дофига крутить причем они разные это реально бмв это немец и соответственно на этом фоне из то что работа такая вот эти монотонной каждый потихонечку что-то приходит крутить я как бы подумал и решил завести ту самую и фу то есть это и моя инициатива но еще вы прекрасно понимали обратного пути нету эти нет обратного пути поэтому вот этот кузов по идее нам уже больше не нужен то есть он ударенный в заднюю часть теперь вся направленность и все наши силы и возможность будет вложена именно в тот кузов который находится сейчас вот в этом гараже предлагаю пройти и посмотреть все что все таки происходит колян хочет поделиться своим мнением по поводу этого проекта был разобран полностью салон снята вся проводка кинута заново и вот уже опять проблем вроде установил приходится заново снимать не могу найти штекер на пепельницу сложности есть вот именно в сборке разборки плюс все клипсы все такое хрупкое все ломается благо как бы у нас есть второй комплект оттуда все переставляется более менее получается я сам запутался в этих бмв так вот давайте вкратце было два кузова бмв е60 так вот нам из двух кузов нужно собрать одну тут кузов был битый он соседнем гараже этот кузов целый задача рестайлинговый салон рестайлинговый мотор полный привод поставить на вот этот кузов который дорестайлинговый одна единственная проблема которая сейчас возникла это то что это задний привод надо рестайлинг и соответственно у нас есть некоторые качели по установке полного привода давай покажем просто так что по итогу происходит сейчас уже собирать потихонечку начинаем то есть как вы сами видите если допустим ну покрасить в цвет кузова да вот эту заплатку а это реально заплату то есть шов вот герметик потом все это дело загрунтовали то есть получается что практически можно сказать что ну и незаметно потому что парень который в гараж выходит как бы весь темно ну допустим да если так не светить фонариком то кто как бы ну люди даже не обращают внимание по большому счету вот эта заплатка раз была варена и с этой стороны тоже самое вторая заплатка ставится это для того чтобы вкрутить в них болты крепления самой раздаточной коробки такие пенопластовые материал здесь для блока управления раздатки то есть это тоже получается от рестайлинга так вот вид снизу вот туннель кардан он сейчас пока еще длинный то есть это заднеприводный на полном приводе кардан чуть-чуть покороче потому что присутствует раздатка то есть как это дело выглядит все снизу то есть вот она раз заплатка два заплатка вот такую шумо термо изоляционную пластину здоровенную сейчас уже ну прикрутили и получается что в принципе вот эти болты которые нам нужны они у нас совпадают с вырезом вот этого самого шумоизоляционного слоя поэтому вроде бы пока что сейчас идет все по плану вот это такое не знаю мы часто допили оказывает 18 градусов но почему-то любое телодвижение сразу начнешь просто потеть поэтому сейчас немножко отдохнем и будет заново все это дело распутывать не укладывать а именно распутывать вас были колен лишь да все вот это богатство помощь ифу заводили хочет сказал на правдов нет я и зачем я делаю пожалуйста вот твоя стихия после всех вот этих ремонтов да то есть равно остается вот такие допустим следы на пенопласте я не знаю будущем допустим кто-то будет ковер снимать или писать что купил машина ты думаешь ну все классная тачка там пробег 70000 начинаешь какие-либо действия делать если вот такую грязь увидишь то по любому что за подозришь я не знаю как вообще-то чистым все оставить вы что как и как все равно даже проводка она тоже сама просто грязная то есть как то все так ковер установили все вроде попало все сошло вот и мы такие сквером думаю ну вот смотрите пример не знаю видно не видно будет здесь штекер на газ на педаль газа то есть я вот просунулся он из торчит и прикол то что тоже же на заводе когда это сидела собирается даже на сегодняшний день тот этим занимается каждый день то есть каждый день ты то есть утром просыпаешься и ты знаешь что ты сегодня будешь ковер ставить есть потом у них есть такая система так что они меняются местами насколько я знаю что они меняются местами чтобы не было так сказать я знаю что на обеде можно пиво пить где на заводе тысячи ну там две баночки у нас в россии так у нас просто пиво до я лапы а если кого есть такое что там один оказался и там другой короче пока получается план избавиться от одной бмв то есть хотя бы один гараж освободить то есть нам надо тачки тоже свои ремонтировать там еще мотор мы не поставим но хотели здесь полностью разобрать кузов и вытащить сам кузов оставить все нужно то есть я сегодня пришел снял кардан снял топливный бак не знаю нужно будет вы менять местами с тем баком и нет пока еще до бака дело не дошло а так конечно же лучше это не делать потому что там столько средней трубочек желательно чтобы осталось все в прежней компоновочки и как это все дело сейчас выглядит если открутил стойку снизу сам марсатор потому что сверху он зажат то есть его не открутить никак то страны сделал в принципе то же самое то есть сейчас сам подрамник привод вот таким вот образом принципе болтается суппорта сейчас я откручу вот как это вытащить тогда когда у тебя есть стоит кузов как это ставить на месте вот это вот всю процедуру весит которую я думаю нормальных вот если подрамник алюминия на весь достаточно много из-за того что там находится редуктор а кузов отсюда как-то выдернуть выше поднимать кузов выкладывать чопики вот это все дело откатывать назад убирать там все эти вещи проводки потом все это дело почти постепенно убирая чопики ронять на пол и вытаскивать слышу когда пришел или не колен короче все самое интересное происходит не на камеру но какой у нас результат оба кайса 2 2 снята вот он подрамник то есть по идее с приводом совсем сборе это если вот соединил модный в этом не говорю про эти трубки которые на бензобак и вот на абсорде на вентиляцию и так далее все это же пришлось попилить немножко не мог достать саму горловину сидела разрезал вытащил и бак вот этой горловины он вылез целиком придется на одном на одной гаечке на 10 таком то что вот целиковая деталь она реально твердая и очень печально что в этом месте и я так понимаю не вытащить все в стеклах все в крошках все в грязи все по гаражу раскидано я извиняюсь за все бардак но это неизбежность это когда вы хотите сделать это немножко побыстрее и продуктивнее так вот подрамник вытащили сейчас это в принципе легкая конструкция то есть так и собрать его можно поднять мы сейчас дроном вдвоем выкатили а так раз два три четыре и еще пластина дополнительная болты откручиваются подрамник падает единственное что нужно отсоединить это тросик ручника вытащить из суппортов но легче это делать через кузов и тормозные шланги но датчика бс естественно тоже принципе принципе вот это сейчас здесь будет стоять просто сюда мы хотим загнать ту самую бмв которую мы будем собирать то есть я знаю что вы запутались где какая бмв даже вот сейчас серёга приходил глотанков говорит на цены где какая бмв я запутался давайте так чтобы не путаться нужно какой-то кузов просто вытащить и уже соответственно от него избавиться поэтому вот эта конструкция это от рестайлинга она будет стоять здесь она нужна нам до полного привода вытаскиваем вытаскиваем все из него не нужно в данном случае еще двери куча пластика и вытаскиваем на улице все это дело и потом сюда загоняем наш дуа рестайлинговый кузов и ставим вот это подранку блять что-то ругодами потаски я надеюсь с баком проблем не будет по крайней мере по штикерам по проводке на насосы штикера подошли надо посмотреть по применимости эти насосы подойдут для 3-х литрового мотора или они именно для 2 и 5 нужно по применимости посмотреть если нет будем менять насос я надеюсь что насосы встанут свободное в свое место если нет пацаны снимаем там тоже сейчас тачка стоит на чопиках вот на таких я предлагаю сейчас домкратить чопики постепенно убирать по кругу машину ложить на землю полностью подгонять поджирик и вытаскивать все освободили машина полностью разобрана единственное у нас осталась лобовушка осталась лобовушка так куда-то что стал легкий то есть он уже таким вот образом поднимается но решили как бы таскать все равно автомобилем не пылить можно было конечно четвером там шестером взять и вытащить а смысл вариться если у нас есть поджирик ну чё я за руль я на подходе давай если чё оить давай давай Поехали! Поехали! Котя! Не знаю, его нет. Я просто для чего, чтобы он напротив наших ворот стоял. А, понял. Может, мы просто оцепимся, а я толкну его потом, да и все. Поехали! Ну что, на одно бомбе меньше? Наконец-то мы как раз все выглядели. Короче, смотри, мы сейчас мотор стоять будем все равно еще день-два точно. То есть подготавливать для того, чтобы не с нами менять машину, поэтому он будет здесь стоять, этот кузов. То есть проезд, в принципе, здесь есть. Заезд нам пока не нужен. То есть тогда, когда будем выгонять, опять же сделаем маневр, просто подальше оттащим его. Вчера я Евгений Евгеньевича встретил. Это тот человек, который нам продолжил. Вот. А он, наверное, говорит, что, пацаны, как дела? Видел, вы катались на зеле? А он еще не знает про ИФУ. Я говорю, да, вот он дизелек заводил, вот такой. Пацаны, что-то вас понесло, блядь. Ну интересно, говорит, посмотрю обязательно. А он на YouTube редко заходит. Ну что? А, кстати, смотри, прикол. Тетя приезжал, вот он на бронепленка. Ну, просто кусочек, где-то 300 микрон. То есть по лобовухе бить не буду. Я думаю, что тут другие товарищи сейчас придут это сделают. А так просто ради прикола. Ну, это лобовое. Мимо попал. Сразу разбилось. Ставишь? Почему стекло здесь остается? Потому что оно здесь у нас трещины. Трещины. Ну, так получилось, просто. Герметик. Вот. А тут сюда? Уже леска срезали. Что такое тут? Хорошо делали. Ну, допустим, если в твоей комплектации чего-то нету, ты решил установить сюда, в этот плавник. Покупай плавник вместе с крышей. Я уже предлагал, что такое событие. Сейчас не пошел. Угу. Держи. Просто металл гнется. Ну, вот видите, тут вещей. Когда богатая комплектация, здесь тоже антенна. Соответственно, этот блок меняется. Чтобы его поменять. Я не знаю, ну, тут может феном тут разогревать, конечно. Ну, господи, я леской пилил, а что этот пластик пилил. Угу. Ну-ка, давай не оттуда снизу. На продажу. Он же сказал, что там за неделю две пищники он написал. Там за день он написал. А, за день? За день или снизу. Короче, сейчас ТВ-шников больше, чем рабочих. Ну что, давай раз, два. Оп. Что-то у тебя там качели. Мне не ручник-то не нравится. Вот сюда. Я думаю, между ногами есть. Сидит, показывает. Ну что, рассказывай. Руль поставил. Ну. Я тебе говорил зафиксировать улитку. А я не буду крутить. Смотрим на руль. Ну ты видишь, что он чуть-чуть вправо смотрит? Так нет, ты пацанам объясни, что ты мне доказываешь. Чуть-чуть вправо, а если вот так он будет? И что, чуть-чуть влево смотрит? А ты вкручиваешь, что пацаны эксперты, они сейчас сразу скажут, что с ними руль переделают, там рукой провел и улитку поймешь где-нибудь? Ну давай сделай так. Не, просто сколько улитка примерно стоит? Больше чем уверен, что до рестайлинга не подойдет. Потому что хотел доставить круиз-контроль. Ну тоже не подходит, так же как и поворотники. До рестайлинга не подойдет. Примерно... Пятера? Пятера, без доставочки, да? Ничего. Ну ты понимаешь, что... Цена ошибки что ли? Да, цена ошибки. То есть если, допустим, сейчас крутить максимально вправо, когда установим кардан, ну эту рейку, то вправо, допустим, будет три оборота, а налево два. Один. Ну, по-моему, всего два же оборота в одном. Ну, хз здесь как сколько? Два с половиной. На удачу. Просто рвется шлейф. Руками вообще это реально почувствовать? Я думаю, да. Или разбирать шлейф? Ну, я думаю, что ты снимешь руль рукой, так будешь крутить направо, допустим, два оборота, да? Только что-то начинает там упираться. Потом возвращаешь на это же место и на левое крутишь, допустим. Там уже два с половиной, ты такой, ага, не то что-то. Я говорю, наверное, на удачу. Ну, часто крутить не надо же, правильно? Вот часто зафиксируй. Что? Руль? Да. Чтобы больше никто не приходил в гараж и не крутил его. Потому что вот он крутится. Ну да, он крутится. То есть любой парень зашел, о-о-о-о! Покрасили, слушай, такой басплэк! Все. Нет, он такой хоп-хоп, а потом такой, как было... Ах, пофиг, ровно выставил. Да. Прикол какой. То есть парень там в гараж туда заходят и такие смотрят. Ну, мы общаемся на другие темы там, абсолютно любые. Но тогда когда они смотрят, так вот руки сложили в карманы. и думают, а как вы будете устанавливать? На самом деле, ну вот сразу ответ на этот вопрос. Мы не знаем, как это все устанавливать, и мы не знаем, как устанавливать до этого другие моторы. То есть не было никакого-то плана, чтобы вот здесь надо именно сделать так. То есть это все методом тыка. Это как, знаешь, вот в шахте ретровоз забрелся, и там нет такого человека, который пришел, распедалил прям просто на словах, и там рассказал какую-то теорию, потом взяли и все сделали. Есть какая-то инструкция, типа, здесь упорку, здесь самостат, там, здесь домкратиком, то есть такого не получится. Да, то есть и здесь абсолютно то же самое. То есть конструкция весит, я не знаю, 350 килограмм, и, соответственно, здесь нет какого-то прямого решения, что мы сейчас взяли, подняли, засунули. То есть это все методом тыка. По-любому ты начнешь делать, здесь упрется, там что-то не пойдет не так, там натяжка какая-то будет. И еще самый прикол в том, что у нас же... Прикол какой? Самое главное, не поставить мотор. Совпасть в отверстие. Самое главное, что у нас совпали болты, которые мы приварили, собственно говоря, по днищам этой машинки, даже замечательные. Сегодня у нас какая идея? Мы пришли с утра, сейчас переодеваемся, обязанности будут распределены. Один из людей, который приходил сюда, это Денис Иванович, это местный... О, подарок, кстати. Денис Иванович, это тот человек, которого узнает рано или поздно каждый человек в этом городе. Я не буду говорить, какая у него профессия, чем он занимается, но рано или поздно любой человек к нему попадает. Знаешь, Джон? Вот такой вот держатель для телефона. Тут есть номер. Можете посмотреть, сколько он стоит и немножко охренеть. Еще не распаковывали новый. Вот, кстати, у Дениса Ивановича тоже боевая. Топера Икс 3. Цена? Да. Я так немножко в шоке был. Чуть меньше десяти. Но это реально просто держатель. Такая инструкция к такой штуке. Да ладно, смотри, тут больше ста страниц. А, ну тут разные языки. Так, БМВ, смотри, реально держатель. Бля, это ничего настоящего? БМВ! Ты прикинь? Не видно. А вот. Такую вещь даже в Porsche Cayenne можно запихать. Не-не-не, теперь у меня в БМВ будет. Оригинальный прикуриватель БМВ, а надо круто. Так, это что? Провод. Вот, да, какой-то контакт. В общем, когда у нас все это дело оживет, что мы надеемся, получится у нас, мы это все дело установим и покажем, как это все работает. Спасибо за вот такой вот презент. Мы сейчас переодеваемся и начинаем говорить. Джон, ты что будешь делать? Ты же челлендж хотел какой-то. Я пошутил. Я пришел, говорю, с утра. Джон, смотри, видишь, патор стоит. Сможешь его до завтрашнего утра сам один поставить? Ну, надо мне не поставить. Хотя можно все сделать. Можно поставить. Я, знаешь, в горе когда работал, ну, многие не знают, особенно начальство не знают, а дому приходилось делать волшебные вещи по разборке самостоятельно электровозов и вагонов. Те парни, с кем я раньше тоже так же работал, они все примерно то же самое делали. Понятное дело. То есть, если ты забуришься, ну, что такое забуриться, то есть, есть электровоз, да, есть рельсы, узкоколейка, где-то какая-то стрелка, где-то расширение, там, еще что-то. Просто камень попал. Перо в разрез. Перо в разрез, да, там накладка лежала. То падает электровоз, ну, если электровоз падает, ты сам уже, наверное, не разбуришь, по идее. Ну, если с паркой, да, это. Если вагон, то, соответственно, он просто сходит с рельс. Если ты едешь на полном ходу, если ты едешь груженный, ты едешь, допустим, в девятом положении, как раньше, или в максимально выжатом контроллере. Все скрипит, и ты не слышишь, что у тебя сзади вагон просто волочится чуть ли не боком уже. То есть, тот, кто у машинист электровоза, тот знает, как все дело происходит. И ты узнаешь об этом только тогда, когда тебя трапы догоняют, знаешь уже. То есть, он уже съехал, он уже по трапам едет, трапы в гармошку, и ты едешь перед тобой, или мужик бежит только, знаешь. Вот, и там получается, что ты, да, сам действительно делаешь все один, бывает. Ну, слышу, электровоз летит, а я как раз вентиляционные ворота, там, привод на них делал. Летит электровоз, ну, там же, где ворота расширения, да, под калитку, ну, я туда ушел, ну, вот так и отошел. Смотрю, что там, ну, электровоз проехал, сзади искрит, что-то понять не могу. Херак, два вагона, короче, боком, ну, лежит, это, несутся, как в это, в косяк двери ударил. Вся кирпичная кладка, ну, все, вылетело, нахрен, все, ну, я собрался, ушел. Что-то там делать нечего было. Ну, на самом деле, таких историй было много, и я к чему этот вопрос себе задал, потому что, допустим, если вот сильно захотеть, ты реально один можешь делать. Постепенно, чуть-чуть, здесь, ломиком, там подложил, здесь пошел, там посмотрел, поправил. Ты вот мокрый весь будешь, реально, вот я вчера вот мост задний снимал с бэйхи, вот я реально снял его, ну, грубо говоря, за час, но я весь сырой был. Я потом еще вот здесь сушился, коллега говорит, что ничего не делаешь, я сушился, реально просто весь промок. Здесь, по идее, в принципе, можно то же самое. А так, парням, которые в шахте работают, вам огромный привет. Сыгель-сыгель! В общем, процедура такая. Сейчас я все это делаю, просто дотягиваю. То есть, Коля тянет, а мы его маме помогаем и все до него в ходе отбегаем. Момент истины. Вот они, площадки, которые переваривались. Вот у нас подрамник. То есть, пока, вроде, по болтам... Давай, не будем укарпить. Здесь, вроде, подходит, а здесь, я, соответственно, не вижу. Но, я думаю, сейчас мы будем шевелить, как у нас подрамник впереди еще не прикручен. Мы сначала вот это наладим, атрибуируем, потом уже спереди начнем мотор поднимать. Пока конструкция такая, что вы выложили досочку. На этом крате упираемся в поддон раздаточной коробки. И поднимаем, и регулируем. Ну, вот видишь, здесь нет расстояния, здесь есть расстояние. То есть, регулируем, как я понимаю, просто руками. Чуть-чуть, чуть-чуть у тебя упадет. Не надо. Чутко, не сам, чутко. Та-да! Просто я не смогу двинуть. Почему? Делка отпадет. А, давай, руками просто поднимайся. Вот так вот. Ну, еще раз, это так вот. Еще ровно расстояние с двух сторон. Не ровно. Зон, повысить у тебя с той стороны ломом? Да. Щит двинуть, а я в это время приподниму, чтобы там тракт не упал. Да. Итак, у нас отличное настроение, потому что у нас все получилось. Мотор поставили, все на болтах, все здесь болты попали, все село. И самое главное, у нас села раздаточка. То есть, за что мы и переживали. То есть, вот эти все три, с этой стороны, и здесь три болта, они у нас попали, затянуты. То есть, вот так вот это все дело выглядит. То есть, по сути, получается, что у нас все получилось. Вот, вот эта площадка, место под вот этот, как его, передний кардан. То есть, опять же, тоже все это дело нужно было, поэтому... шов здесь все это дело происходило ну так если разобраться пацаны конечно ждали если по дняму залезет какой-то человек и увидит эти сварные швы он скажет что это что-то не то наверное винт табличку переварили и так далее на самом деле все просто просто два таких вот отрезочка было профессионально приварено и профессионально все это дело было установлено короче мотор стоит кузов тот стоит на улице получается что сейчас это вот подвяжем здесь пока я снимать не стал и перекатываем эту тачку другой гараж потому что там гораздо больше я здесь яма короткая упирается и задний редуктор просто не снять машина лежать как американцы не хочется а так сейчас на пока еще на домкратах сейчас и больше здесь по идее здесь собирать ничего не нужно все подвязываем машины получается уже на ходу ну так колеса накинули суппорта тоже накинули выбираем чурки выкатываем в ручника работа дофига они показали трещина на массу короче ну чё пацаны следующей серии я предполагаю что возможно если все пойдет по плану будет первый пуск возможно будем кататься возможно уже будем наваливать грубо говоря но пока то что планировали здесь у нас все получается а так конечно работает на самом деле еще много я сам их шпильки и так далее как бы вообще быстро процессы делать ну когда вы знаешь сам делаешь не понимаешь дезориентация происходит мне не просто не быстро да почему может получать мы скажем что делал знаешь поиск этот слушаю большую работу сегодня выпурили по сути там просто проводку сняли наследие мы ее уложили да в один день допустим снимается салон разбирается в один день снимается мотор сегодня мы за не получается что делали установили мотор начать еще возможно там накидаем да какие-то подводящие к нему эти проводки ну под гидом вы хотя бы с вами раскидай джон ты что ли это по джинсам узнал всем спасибо за просмотр мы пошли пить чай с печеньем и с медом который вы послали всем пока поздравляю будут пока 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 Субтитры подогнал «Симон»